Здравствуйте, товарищи! У нас первое занятие в новом помещении Дальше будут проходить все занятия Красного университета И вот приветственное слово хочет сказать Президент Фонда Рабочей Академии Попов Михаил Васильевич Пожалуйста Я представляю Фонд Рабочей Академии Это такая организация, в которой мест фиксировано членство Если вы еще не член фонда, можете сейчас решить И будете член фонда И так может каждый человек А в чем это проявляется? А это проявляется в том, что он на общее дело работает И вот мы вот видели, как я сюда приезжал Когда это помещение было уже на шаг Но в таком положении, что в нем и мебель была не такая И семь-то не такие, и вешалки не было и так далее Короче, говорят, не смотрится, а лекции не слушаются А люди у нас, лектор такой, что посмотрит, не так поставлено Встанет и уйдет И все Поэтому, поскольку такая требовательность со всех сторон Взаимная И никаких уступов И всякого рода фортунизма нет Вот поэтому я хочу всех поздравить, что вот та проблема, которая у нас была Создать такое хорошее помещение для занятий Красного университета И для организации всего того, что для этого существует Других наших вещей, в том числе и для хранения газет и распространения газет и так далее Вот эта задача решена И решена благодаря инициативе, творчеству и тому, что люди тут много поработали Вот один из поработал, что есть голова, что есть Степан Степанович Да, тоже должен быть отмечен особо Но есть и другие люди, да, Вячеслав Михайлович, который Вот это вот принес, можно сказать, вместе с этими двумя, на себе Вот, так что на меня они даже не рискнули возложить вот эти Все эти безопасности Так что это непростая была удача Но задача решена, поэтому я всех поздравляю Мы, конечно, понимаем, что для материальных условий необходимые вещи для того, чтобы были успешные занятия А успешные занятия, они огрождают желание помочь университету, помочь фонду рабочей академии Но если эти организации делают такое хорошее дело То есть вот это дело, это дело тех, кто здесь сидит Тех, кто у себя в сумме во всей этой работе И тот, кто и дальше будет поддерживать и обеспечивать работу красным заседанием Никого у нас, кто бы за нами ходил, как говорится, и прислуживал, нету Все это дело наше и сами мы их держим в своих руках Всем желаю прекрасных занятий и успешного Успешные сдачи экзаменов уже в этом семестре Вот у нас экзамены Там мы увидимся снова Вот Ну и лекции у нас продолжаются Идут И семинары продолжаются Поэтому прошу С удвоенной энергией и старанием Заниматься в красном инститете Это будет всем на пользу Спасибо большое Спасибо Добрый вечер, дорогие товарищи В соответствии с планом занятий Красного университета Я напомню, что в прошлую среду у нас была лекция Сегодня семинарское занятие Мы должны рассмотреть этапы развития капитализма И создание предпосылок социализма Прежде всего в современной России Напомню, что семинарское занятие предполагает Что слушатели выступают Какие-то дискуссии будем участвовать Разбирать проблемные вопросы То есть в общем я рассчитываю на ваше активное участие Докладываю обстановку Что Контрольные работы, которые поступили Точнее ответы на вопросы Которые поступили по состоянию На 9 утра сегодняшнего дня Все проверены Общая характеристика такая Ну, вы знаете, ограничения Провектором установлены Специально по объему излагаемых мыслей Чтобы не было таких больших эссе Ну, вы знаете поговорку Краткость сестра таланта То есть я сообщаю вам Что практически все Да, наверное, все слушатели Которые С работами которых я ознакомился Смогли Уложить Все ответы В необходимый Очень маленький объем И ответить на поставленные вопросы Итак, этапы развития капитализма Есть такая поговорка Будем плясать от печки Поскольку Речь идет об этапах развития капитализма Давайте вспомним, что такое капитализм Кто может с места ответить В redeكم Капитализм Это всеобщетотварное производство Ну, вот, чего-то не хватает А в чем ее всеобщность? Всеобщность состоит В том, что все Всеобщетотоварное производство Это всеобщетотварное производство Или товарное производство На той стадии этой ступени его развития Когда и рабочая сила становится товаром Вот научное понятие капитализма. Если вы будете общаться и в интернете, и в каких-то публичных дискуссиях, вы услышите много чего интересного про капитализм, что сущность его в эксплуатации, много чего правильного и полезного. На самом-то деле, вот понятие вы уже знаете. Вообще, если немножко коснуться этой темы, еще разок. Речь идет о чем? Об общественных отношениях или экономических отношениях. То есть отношениях между людьми, которые складываются в процессе производства. Поэтому капитализм – это система производственных отношений. Но, как мы знаем, человечество у нас развивается сколько уже тысячелетий? Много? Несколько. Несколько тысячелетий. И капитализм – отнюдь не вечный строй. Его история насчитывает всего несколько столетий. И вообще, если мы вспомним, у нас история развития человечества знает пять способов производства, или пять систем производственных отношений. Вкратце, самый первый и по времени самый длительный. Это первобытный общинный строй. Затем его сменил рабовладельческий строй. На смену рабовладению пришел феодализм. А уже капитализм смел со своего пути феодализм. И вот эти три формации – рабовладение, феодализм и капиталистический способ производства – можно объединить вместе. Те способы производства, которые основаны на эксплуатации. И отличается только экономическая форма этой эксплуатации. И мы рассмотрели в прошлом семестре, как осуществляется эксплуатация, создание и присвоение прибавочной стоимости капиталистами условия капитализма. И, наконец, на смену капитализму приходит капитализм тоже не вечный. Он когда-то возникает, развивается, проходят этапы развития, и на смену приходит новое общество коммунистическое. Итак, это такое вступительное слово небольшое. Какие этапы развития проходит капитализм? Пожалуйста. Может быть, сюда выходить? Я Хаю, слушатель Кравского университета. Капитализм проходит два этапа. Это этап свободной конкуренции и этап монополии. Этап монополии, в свою очередь, можно отдельно выделить какую-нибудь часть. Когда уже формируются государственные монополии, производственные монополии, банковские монополии. Объединяются, формируют финансовый капитал и формируют свой империализм. Ну, собственно, все. Краткость, сестра таланта. Спасибо. Кто-то хочет дополнить? Мырну. Конечно, пожалуйста. Ну, вот насчет империализма, как я понимаю, он еще отличается от просто монополии тем, что преобладает финансовый вывоз капитала. То есть эксплуатация более-менее развитая. То есть, в этих странах, грубо говоря, производство переносится в другие страны, где более дешевле и дешевле это можно производить. И, опять же, еще чем, допустим, Соединенные Штаты отличаются от гегемонии, заключается в том, что они своей валютой, грубо говоря, эксплуатируют также менее развитые страны. Ну, то есть, долларовая система – это дополнительная, как говорится, стрижка купонов. Так. Спасибо. Вот это правильное дополнение, но достаточно ли оно? Так. Пожалуйста. Алексей, слушатель Красного университета. Изначально капитализм развился в Англии и преобладал вывоз товаров. Англия не старалась приобрести сырье и развивать собственное производство на своей территории. Но другие страны не дремали и понимали всю сущность происходящего, и поэтому старались развить свое производство, например, теми же самыми заградительными какими-то пошлинами. В конце концов, развитие капитализма прошло и в остальных европейских странах, в крупнейших Штатах в том числе. Тогда и начали объединяться капиталисты различных стран, в такой некоторый интернационал капиталистов, что ли, чтобы удобнее вместе вести дела. Пришло такое некоторое насыщение развития промышленности в собственных странах, поэтому стал капитал накапливаться, нужно было что-то с этим делать. Начался вывоз капитала в более отсталые страны. Англия чуть раньше это дело начала, у нее были обширные колонии, куда она первым делом это повезла. Это обусловлено было тем, что там, во-первых, была дешевая рабочая сила, дешевая земля. Конкуренции не было. Ну и были какие-то, какие-никакие, но зачатки, условия для развития капитализма, какие-то железные дороги, порты и так далее. Ленин как раз приводит на табличку, как вывоз капитала происходил. И к концу 19 века там был такой серьезный скачок, когда уже не только Англия, но и другие европейские страны, Германия, Франция стали это делать. Но были отличия, потому что поначалу это было развитие больше как промышленности в отсталых странах, но вскоре появились более доступные и легкие способы. Это эмиссия ценных бумаг, кредитование стран, государств. Опять-таки, Ленин пишет, что в основном не более 90% доходило до стран-кредиторов, тех, кто занимал деньги, а как минимум 10% поседало у посредников и банков, которые эти деньги выдавали. Это был отличный бизнес, мало что утребовалось. Хотя многие понимали, что условия даже в той же России были непростые и был риск не вернуть капитал. Но если ты не дашь, то даст твой сосед. А давали не просто так. Выдавались и особые преференции той стране, которая кредитовала. Поэтому, конечно, они все были заинтересованы в этом. Вот, соответственно, Франция пошла по этому пути. Франция и Бельгия, по-моему, были крупнейшими кредиторами России. И два крупнейших банка в России полностью контролировались европейским капиталом. Опять-таки, через участие. Спасибо. Отмечательно. Есть еще желающие? Выступить. По данному типу. Ну, вроде все сказали. Все, да не все. Все выступления были правильные. Пожалуйста. Давайте. Шестой, Владислав. Последняя, так сказать, терминальная стадия капитализма, тупиковая, империализм. Когда уже капитализм в течение стадия у нас во всем мире просто искусственно замораживается в одном состоянии, чтобы продлить это состояние, эту агонию. То есть выше и дальше империализма уже ничего не будет. Так уж ничего. Ну, в смысле, капитализм не разовьется уже. Ему можно помочь перерасти, войти в переходный период, переход в социальный. Все. Все, да, спасибо. Ну, это у нас, вы бежите немного вперед, но спасибо. Нет желающих. Давайте подводить итоги, собирать урожай. Значит, все выступления, я бы назвал так, правильные. Но мы же диалектики, знакомы с наукой логики, знаем, что правильность – это первый этап познания. А затем идет достоверность и только затем истина. Так вот, мы должны от правильности сейчас дойти до истины. Итак, мы рассматриваем движение капитализма. Совершенно правильно было отмечено на выступлении, что он проходит две стадии. Первая стадия – капитализм свободной конкуренции. Вот уже по названию можно понять, что это за капитализм. То есть это такой капитализм, где я буду, может быть, несколько упрощать, как говорится, чтобы какую-то основную идею выявить. Масса капиталистов выходит на рынок и конкурирует между собой. Чель капитализма какая? Учение прибыли. И чель, вот она остается на любом этапе развития капитализма. Так ведь? На этапе свободной конкуренции, на этапе монополистического капитализма. Учение прибыли. Что должен делать капиталист, чтобы получить эту прибыль? А ведь капиталист – он кто? Это персонифицированный капитал, так? А капитал – это самозарастающая стоимость. То есть на утро капиталиста, вот его, заставляя делать определенные вещи, чтобы его капитал, а он является олицетворением капитала, так все разбухал, 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 разбухал. Вот. Что он должен делать? Развивать производство – раз. Повышать производительность труда. Да, ведь он функционирует в условиях товарного производства. Должен применять какие-то новшества, вводить какие-то нововведения, чтобы понижать стоимость товаров, которые производятся, создаются рабочим на его предприятиях и тем самым получать дополнительную прибыль. И вот эти законы, которые мы рассматривали в прошлом, экономические законы капитализма, они действуют в сфере действительности, на поверхности явлений, как принудительные законы конкуренции. Если капиталист не будет делать эти действия, что произойдет? Другой капиталист его вытеснит, побьет, разорит. Вот есть великий поэт Владимир Маяковский. Он так писал о капитализме свободной конкуренции. Так, секундочку. Из известной поэмы. «Капитализм в молодые годы был ничего, деловой парнишка. Первый работает, не боялся тогда, что у него от работ засалится манишка». Вот поэт в такой форме этической выразил отношение, характеристику капитализма свободной конкуренции. Но что происходило в процессе конкурентной борьбы между этой массой капиталистов? Совершенно верно. Один капиталист побивал другого. Третий побивал этого. То есть, с одной стороны, шел процесс концентрации, централизации, производства и капитала. С другой стороны, разорены капиталисты. Ну, те, кто разорились, это считаем неудачники. Все, нас они не интересуют. И на место вот этой массы капиталистов, мелких, средних, пускай даже крупных, пришли крупнейшие капиталисты. А раз он крупнейший, скажем, в своей отрасли, в своем участке деятельности, то что он тогда делает? Он диктует условия всем остальным. Он диктует условия, по каким покупать, скажем, ценам сырье. Диктует условия, по каким ценам продавать свою продукцию. Везде. То есть, он занимает монопольное положение на рынке. И то есть, смотрите, что получилось как бы переворот. Не знаю, это с ног на голову или с головы на ноги. На место свободной конкуренции пришла монополия, которая является отрицанием этой самой конкуренции. Вот что и произошло. Вот она главная тенденция, которая происходила в капитализме. Она происходила во всех странах. Естественно, и вы совершенно правильно отметили, что капитализм это неравномерно развивается. То есть, первое было Англия, затем другие страны. То есть, вот в них шли такие процессы, которые привели к тому, что на место свободной конкуренции пришла монополия. Поэтому самое короткое определение империализма, здесь оно звучало, это монополистический капитализм. Опять-таки, когда вы будете читать, с кем-то спорить, в каких-то дискуссиях, в интернете, или, скажем так, вот в таких аудиториях, об империализме наслушаться можно всего чего угодно. Но вот это строгое научное понятие, выработанное, еще, кстати, сто с лишним лет назад. Значит, империализм – это не что иное всего, как монополистический капитализм. Короче уже, не скажешь. Некоторые любят короткие определения. Можно более его расширить немножко, понимая, что это этап развития капитализма. Это та стадия развития капитализма, монополистическая стадия развития капитализма. Или та стадия, на которой господствуют монополии. Идем дальше. Короткие определения – они хороши. Они как бы ухватывают существо вопросов, но в то же время не совсем раскрывают содержание. Об этом писал Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Если расшифровать, вот в чем выражается этот монополизм или процесс монополизации, то Ленин выделяет пять, как их называют, называли, сейчас по-прежнему называют, признаков империализма. В аудитории здесь несколько звучали. Давайте их мы назовем все-таки по порядку. Вспомним. Концентрация промышленного капитала. Концентрация производства и образование монополий в промышленности. Ну, понятно, производство – это первооснова всего человеческого существования, бытия. И монополий, прежде всего, образуется в сфере промышленного производства. Кроме сферы производства и сфера обращения. В сфере обращения, ну, если есть товарное обращение, это сфера деятельности торгового капитала, а если сфера денежного обращения, это пристанище банковского капитала. Ну, можно сказать, что, скажем, вот, процессы монополизации в сфере производства идут, а в сфере обращения или денежного обращения банковского – нет. Конечно, нет. Все же взаимосвязано. Соответственно, в банковской сфере также проходил процесс монополизации. И на месте мириады массы банков образовались крупнейшие банки, которые захватили эту сферу и диктовали свои условия банковским монополием. Кстати, когда в России шел процесс, уже становление капитализма завершилось, ставший капитализм в начале 90-х годов, тогда образовалось порядка двух с половиной тысяч банков, плюс-минус, 2300 банков. Сейчас, если вы посмотрите статистику, вы увидите действующих банков где-то, так я имею в виду, 400, меньше 500 точно. То есть процессы конкуренции, так сказать, идут и у нас. Они идут постоянно, даже уже в монополистические страны. Это отдельный, так сказать, разговор. Итак, вот две сферы производства, сфера денежного обращения, образование промышленных монополий, образование банковских монополистических капиталов. Дальше, какой идет процесс? Сращивание. Сращивание будет. Торопиться не надо пока. Совершенно правильно. Идет сращивание банковского капитала, монополистического, промышленного монополия. Кто здесь занимает банки? Почему? Почему? У них деньги. Во-первых, банки дают деньги в рост предприятиям. Значит, промышленный капитал, он тяготеет к тому, что как бы все деньги наличные, ну, наличные, не наличные, все средства, которые у них есть, вложить в производство. И начинает не хватать все время на что-то еще там, на расходные материалы, там еще на что-то. Вот они начинают кредитоваться у банков. Все операции выйдут через банки. Кроме того, банки могут контролировать, кто что из них, что купили, что продали, как у них дела идут в принципе, насколько они в прибыли. Соответственно, в какой-то момент подсидеть могут это предприятие, акции там скупить, еще что-то. То есть потихонечку, потихонечку приходит к тому, что финансовый капитал именно начинает давлеть на промышленную. Банковский. Банковский капитал. Совершенно верно. Вы когда-нибудь брали кредиты, как физические лица? Ну, если маленький кредит, то, наверное, там сейчас даже по паспорту дают, да? А если ипотеку кто-то брал? Под замок, да. Вот чувствуете, сколько документов нужно? А если промышленное предприятие берет миллиардные кредиты, то банк истребует у них всю подноготную. Самого имущества. И залоги, и контроль целевой использования кредита, контроль денег, открытие расчетных счетов банков и прочее, 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 прочее. Это сейчас, да. Это простые примеры, говорящие о том, кто играет в этом сращивании, в этом объединении, слиянии. Главную скрипку. На основе сращивания банковского, монополистического капитала и промышленных монополий образуется финансовый капитал. В общем, не забывайте добавить. Вы совершенно правильно сказали, я вывозил капитал, но мы еще до него не дошли. Но мы не дошли, да. Да. Вот поэтому это правильно. Я еще можно 5 копеек, но я ставлю. Не хотите, у вас хорошее выступление. У меня короткое замечание. Попович Сергей, студент Красного университета. Я хотел сказать, что когда говорят о том, что один капиталист разорился, другой залил его место, очень часто происходит еще такой момент, когда людям делают предложение, от которого трудно отказаться. И создаются более крупные капиталы, объединенные, и они получают там просто небольшой пакет акций. В принципе, все. Спасибо вам. Как дополнение. Это как просто ускорение. Я думаю, что конкретных форм вот этого сращивания истории знает очень много. Можно, наверное, писать вот такие толстые тома. Мы как бы, у нас просто и времени нет, и, наверное, не тема этого разговора. Мы как бы должны вот эту генеральную линию увидеть, что происходит. А так совершенно правильно. Не только разорение. В том числе, отдают небольшую долю акций, которые и от объем этих акций не позволяет ничего делать на большим владельцам. Бывает и так. Но это уже, как говорится, детали. Итак, образовался финансовый олигарх. Финансовый капитал. А представители финансового капитала это финансовая олигархия. Когда у нас налево-направо кидаются этими фразами олигархи проклятые, вот мы должны все-таки разделять, кто олигарх, а кто примазался к этому капиталистическому термину. Все. Вон эти крупнейшие страны. И этот процесс же когда начался? В конце девятнадцатого столетия. То есть это уже если по векам брать, сейчас двадцать первый век, это будет конец, ну вторая половина ближе к концу девятнадцатого века. Очень давно. То есть прежде всего в периодовых развитых странах. Англия, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки. Наверное, еще можно список этот продолжить. Вот в Англии возьмем или в Германии. Монополии в промышленности захватили ведущие позиции. Диктуют все и вся. Не монополистическому сектору, мелкотоварному производству, мелкой буржуазии и так далее. В Германии то же самое. А Франции в банковском секторе то же самое произошло. Произошло сращивание, образовался крупный такой, крупнейший монополистический капитал этих стран. Что дальше? На этом остановится капитал или нет? Капитал опять вот как нам вот эту нить искать за суждение? Опять возвращаемся, вспоминаем то, что было. Капитал это что такое? Самовозрастающая стоимость. Есть пределы самовозрастания или просто возрастания стоимости? вот мы приводили как-то давно на семинаре такой пример. Когда речь о натуральных продуктах? Сколько вы можете съесть тарелок супа? Две сидите? Три вот уже качает головы четыре наверное уже нет. А что касается стоимости денег есть какие-то пределы? вот миллион если вам дадут вы возьмете и получите да? Приму и пряму вот да а миллиард и миллиард можно принять и 10 миллиард ну это как бы в шутку а всерьез пределов самовозрастания стоимости нет нет конечно теоретически мы берем пока теоретическую часть мы можем подложить здесь философское обоснование вот здесь понимаете дурная бесконечность если мы предела не видим в данный момент это не значит что его нет доказательство отсутствия предела тоже должно быть понятно предела скажем земной шар и так далее речь идет о том в теоретическом плане о понятии стоимости абстрактный труд воплощенный в товаре или прибавочной стоимости как части этой стоимости вот нет ограничений тому чтобы он самовозрастал в теоретическом плане в отношении к натуральным продуктам где есть ограничения их потребления в этом только плане то же самое философском плане дурная бесконечность вот он переходит свой предел и опять там дальше переходит и опять конечно переходит опять конечно и бесконечно в этом плане только в этом на самом деле вы противоречите себе не надо сейчас нет пожалуйста выступайте мы до этого собрались но легкое противоречие если у нас капитализм развивается и в любом случае переходит в коммунизм вопрос времени но тенденция такая и мы знаем конечную точку то значит есть какой-то момент с которого он обязательно туда перейдет значит наша стоимость возрастать может не бесконечно а когда-нибудь рано или после это закончится возможно как раз именно с этой границей которую она нащупает и будет связан переход может быть нет но если у вас капитализм закончится в любом случае закончится а вы это постулировали в начале нашей дискуссии то у вас в любом случае есть предел вашей стоимости ценно-зарастающей спасибо можно я позвожу давайте григорий кузлин я бы хотел возразить товарищу потому что при переходе к социализму коммунизму и так далее процесс генерирования производства стоимости никуда не денется потому что мы будем так или иначе производить потребительную стоимость потому что человеку надо что-то кушать одеваться всегда при коммунизме в том числе и даже наоборот условием существования коммунизма является очень высокая производительность труда которая обеспечивала бы свободное время потому что опять же свободное время является одним из условий наличия коммунизма без которого человек не сможет во-первых развиваться со сторон а это первая цель коммунистического общества во-вторых закрывать свои потребности общественные потребности в первую очередь которые являются второй целью коммунистического общества спасибо тогда у нас получается капитализм это самовозрастающая стоимость но если мы уже переходим к делу коммунизма то есть самовозрастающая стоимость ограничена капитализм у нее должна быть граница с какого-то момента все равно у нас должен начаться коммунизм значит она не может возрастать бесконечно капитализм бесконечно быть не может значит она бесконечно возрастать не может что у нас будет при коммунизме это уже другой вопрос это тоже очень-очень скользкий вопрос поскольку у нас все меняется все течет и у нас нет ничего постоянного значит, коммунизм тоже пройдет. Но это очень такой, скользкий вопрос и далеко, и туда не надо залезать. Если мы сейчас рассматриваем капитализм, капитализм – самовозрастающая стоимость. Да, она возрастает. Есть пределы у нее? Есть, потому что есть пределы капитализма. Спасибо. Пожалуйста. Чтобы перестал существовать и капитализм, и наступил коммунизм, нужно решить все противоречия капитализма. Это такие, как, допустим, взаимоотношения между работодателем и работником. Те же самые, допустим, убрать эксплуатацию человека-человека. Сам по себе капитализм при своем развитии не сможет перерасти в коммунизм. Это должно быть, ну, грубо говоря, капитализм развивает силы, которые могут убрать капитализм, и которые коммунизм сделает, так скажем. А сам капиталист, он будет все увеличивать и увеличивать капитал, и при делах этого не будет. Спасибо. Есть еще желающие? Так, нам... Последний. У нас же пошло, как янт, как говорится. Да, сюда вот как раз хотел бы добавить, наверное, то, что товарищ как раз имел в виду в том числе, но он не произнес явно, то, что, так скажем, эти количественные изменения, накопление стоимости, накопление капитала, они являются достаточным условием перехода к коммунизму. Я не говорил, что это условие перехода к коммунизму. Вот, соответственно, если другие условия не будут выполнены, то стоимость будет воспроизводиться и производиться еще сверх того. Соответственно, предела у нее не будет. Я не говорил, что это условие. Я говорил, что может быть это условие, но если капитализм конечен, значит, самая заоставящая стоимость конечна. Спасибо. Так, давайте, нам надо разрулить, выйти из этого. Разумеется, я согласен с вами в том отношении, что, когда мы говорим, вот капитал самовозрастающая стоимость и пределов к возрастанию нет, это не в том плане, что это бесконечный строй, он вечный, а в рамках капитализма понятие стоимости, вот оно такое, оно постоянно возрастает. А капитализм, все-таки капитал и капитализм, это связанные понятия, капитализм берем как способ производства, конечно, он ограничен. Он начинается, рождается, проходит этапы развития и приходит, выступает место более развитому строю, более развитому обществу. Только в этом плане. Я извиняюсь, у нас это завершающий вопрос предпосылки социализма. Мы к нему обязательно придем. Я смотрю на время, которое неумолимо бешит, но я не хотел бы важные этапы развития капитализма, важные признаки, эти ступени проскакивать. Мы должны завершить. Осталось совсем немного. Поэтому давайте пойдем дальше. В рамках страны уже нет ему сферы приложения монополистическому финансовому капиталу. Развитые Англии, Великобритании, Германии, Франции, Соединенных Штатах Америки, куда направляет вот эти свои капиталы, как бы избыточные. Другие страны. Другие страны назовем. Прежде всего, конечно, менее развитые. И вывоз капитала за пределы страны, другую страну, с целью, естественно, получения приводочной стоимости, как называется? Вывоз капитала. О чем говорил товарищ Главаш? И вы говорили. Вывоз капитала можно назвать еще одним признаком того, что капитализм перерос или перерастает в свою монополистическую стадию. Переходит в империализм. Вывоз капитала. Что для стадии империализма характерно, или точнее преобладающее, решающее значение по отношению к вывозу товаров, стал играть в вывоз капитала. Хорошо. Вот эти, пока называемые, развитые страны, наиболее крупные, дескать, мощные, образовался крупный финансовый капитал, стали вывозить капитал, то есть строить заводы, покупать заводы, эксплуатировать рабочих в тех странах, куда вывозится этот капитал. Это что такое? Ну, вот образно можно сказать, это плацдарм для дальнейшего завоевания, закабаления этих стран. И что происходит? Раздел мира. Сначала экономические разделы мира между крупнейшими... Союзными странами. Да. Кто-то здесь сказал, что идет, образуется интернационал капиталистов. Я надеюсь, вы это слово взяли, интернационал, в кавычках, конечно. Никаком интернационале в подлинном смысле, да, как содрождести, дрожьбе, не может быть идти речи. Отношения какие там? Одни. Кто кого побьет? Поэтому сопутствующие явления, это понятно, и войны, и прочее, прочее. Это точно так же, как в криминальной сфере. Никаких границ нет. Сразу добиваются... Вот можно образно сказать, как бы для сравнения, для... Это четвертый признак. И пятый, завершающий. Экономический раздел мира между союзами, временными союзами, на почве того, как лучше ограбить другие страны, между союзами крупнейших вот этих монополистических государств или отдельными их государствами, приводит к территориальному разделу мира, для образования системы колониализма. Пожалуйста, у вас вопрос попутно, сразу можно? Да, можно, да. Вы отдельно выделили этап у нас сращивания финансового капитала, сращивания банковского капитала и промышленного, да? Но как-то очень напрашивается этап сращивания с государством. То есть мы сначала рассматривали, начали рассматривать с обычного капиталиста, сейчас мы уже говорим о том, что у нас государство, империи делят мир. Не капиталисты, а империи. То есть, либо мы где-то этот этап посмотрели, либо я его себе... А мы еще не дошли до него. Как бы у нас уже раздел мира произошел, раздел мира между государствами. Мы, вот смотрите, с чего начинает история, с того и начинает ход мыслей, как писал Фредрих Энгельс. Ведь когда капитализм стал как бы втискиваться в новый порядок, монополистический этап, это конец 19-го, начало 20-го века. И тогда первую скрипку, главную роль, продолжали играть как бы капиталисты, финансовый капитал. И затем уже, когда уже был сделан вывод, что все, капитализм перерос в монополистическую стадию, он поднялся еще на одну ступеньку, которая называется государственно-монополистический капитализм. То есть наступил такой этап дальнейшей концентрации производства, укропнение его, есть такой термин, об обществлении производства, когда уже отдельные монополии, а это не просто капиталистические предприятия, это крупнейшие, огромные предприятия, уже не могут справляться с теми потребностями, которые порождает экономическая жизнь производства. И уже буржуазное государство начинает, ну, вот такой термин говорит, вмешиваться в экономику не совсем правильно, хотя, сказать, государство это у нас аппарат сферы, сказать, настройки, активно регулировать. Наряду с монополиями государство, буржуазное государство начинает регулировать экономику. Вот новая ступенечка. То есть вот капитализм перешел в монополистическую стадию и поднялся еще на одну ступенечку. И вот этап государственно-монополистического капитализма все-таки, он, так сказать, повсеместно в крупнейших странах. Это перед Второй мировой войной и после уже. И сегодня совершенно правильно. Сегодня уже можно говорить о единой силе буржуазных государств, те же Соединенные Штаты Америки, Великобритании, Франции, Германии и прочее, и прочее. И монополии. И термин такой устоявшийся есть. Государственно-монополистическое регулирование экономики. Он устоявшийся термин. Так что вы совершенно правильно сказали, но вы как бы пошли вперед. Мы еще до этого не дошли. Мы разделили в конце 19-го, начале 20-го века, да. И образовалась колониальная система империализма. И тогда уже и капитализм. Ленин же писал вот именно тогда, что капитализм уже вступил, поднялся на ступенечку государственно-монополистического капитализма. Так, подводим черту. Значит, вот этапы развития капитализма. Значит, капитализм в свободной конкуренции. И второй этап, последний его. Монополистический капитализм или империализм, что являются синонимами. А государственный монополистический капитализм, это все-таки не отдельный этап, который следует за империализмом. Это ступенька в самом империализме. Можно тогда еще? Вы с самого начала сказали пять признаков империализма. Рассказали пять этапов развития. Если у нас образование монополий, там, производственных или банковских, еще на самом начальном этапе, если это рассматривать как признак, то это у нас не империализм еще. У нас это где? Было пять признаков империализма. Первый этап – концентрация производства, образование монополий. Вот они образовались. Это еще не империализм. Это не признак империализма. Не так, значит, что они последовательно идут. Это же процессы идут, вот они одновременно переплетаясь. Это теоретически… Если мы рассказываем этапы, это одно. Это не этапы. Это не этапы, это признаки. Конечно. Образование… Этапа всего два. Капитализм, свободная конкуренция и монополистический капитализм. Два этапа. Государственный монополистический капитализм – это ступенька в самом монополистическом этапе, вот так назовем. А есть признаки? Признаки того, что мы можем сделать вывод. Вот ученые в конце 19-го, начале 20-го века, в том числе Владимир Челин, сделали вывод на основании экономического, так сказать, рассмотрения этой обстановки во всем теоретическом мире. Вот они, признаки. Промышленности монополия образовались в банковской сфере, сращивание произошло, образовался финансовый капитал, вывоз капитала преобладает над вывозом товаров, экономически разделили мир крупнейшие хищники и территориально разделили. Все, подводим черту и делаем вывод – капитализм перерос в свою высшую и последнюю стадию монополистической капиталии. Вот такая логика. Признаки – это все-таки нечто, что определяет. У нас было, если это 5 признаков, то они все должны быть 5 или достаточно какого-то количества из них, или определяющие из них там 1 или 2. Если мы возьмем первый признак – концентрация производства, образование производственных монополий, образование банковских монополий, еще процесса сращивания их нет, еще финансовый капитал не образовался. У нас уже империализм? Нет, конечно. Хорошо, значит это не признак первый. Как это не признак? Это не определяющий признак, он не определяет империализм. 5 признаков они определяют весь империализм. Хорошо, достаточные признаки империализма. 5 штук. 5 штук, я вам только что назвал. Да. Все должны 5 быть? Конечно. Хорошо. Так, подводим черту и делаем перерыв. Развитие капитализма. Дошли до его конечной, финальной, высшей стадии империализма. Что дальше? Что дальше? А дальше, в самой общей теоретической постановке вопроса, на смену капитализму или империализму, что в данном случае одно и то же, приходит новый строй – коммунизм. Вопрос. Вот как это происходит? Вот он сам по себе приходит? Или нужны какие-то условия, какие-то предпосылки, какие-то действия? И выступающие товарищи здесь уже много важных проблем осветили. Но, наверное, повторяться не будем, да? Да. Помышленность должна достаточно быть развитой, чтобы рабочее движение развивалось и обеспеченность товаров. В теоретическом плане выделяют или разделяют объективные предпосылки и субъективные предпосылки, откуда возникает социализм или коммунизм. Но мы, как люди, знакомые с диалетикой, должны понимать, что ничего из ничего, как бы так, на голом месте не возникнет. И на свое начало социализм берет из предшествующего строя, из капитализма. Совершенно верно. Но дальше пошли вот такие особенности. Можем взять в сравнение. Капитализм вышел, логично предположить, и история нам показывает, из феодализма. Причем каким образом? Чтобы буржуазные или капиталистические производственные отношения возникли уже в самом, возникали и развивались в самом капитализме. И дошли до известной степени развития, когда в сфере политической надстройки вот этот новый класс, класс буржуазии, сверг класс феодалов. Взял власть свои в руки. Ну и дальше уже установил свое господство, диктатуру буржуазии, имел соответствующие законы и дал зеленый свет развитию капитализма во всех остальных сферах. А вот социалистические производственные отношения внутри капитализма не возникают. Вот этот вывод, такой основной фундаментальный, первый, был сделан Максом и Энгельсом. Возникают только какие-то элементы. Ленин, рассматривая, анализируя империализм, уже высшую стадию, развитую, самую развитую стадию капитализма. Этот вывод уточнил. Да, социалистические производственные отношения не возникают в недрах капитализма. Но возникают отдельные элементы, которые можно использовать. Скажем, отдельные формы, наиболее развитые. Он привел пример этих форм. Банки, почта, телеграф, железные дороги. Мы вкратце рассматривали. Давайте возьмем банковскую систему. Вот первейшая основная функция банков осуществлять расчеты между хозяйствующими субъектами, между организациями и физическими лицами сейчас добавим. Вот сколько банков должно быть, чтобы осуществлять эти операции? Правильно? В общем, один, да. Конечно, совершенно верно. Вот иногда, когда заходишь в огромный супермаркет, я смотрю, стоит ряд банков. Ой, ряд банкоматов разного цвета. И вот думаешь, в каком банкомате снять деньги? Ну, если не брать комиссии. Понятно, в родном банке, тем поменьше комиссии, или без комиссии возьмут, чужом могут содрать какие-то деньги. А так, по своей сути, операция одна и та же. Однако, вот тебе, пожалуйста, присутствует несколько капиталистических организаций банков, которые тебе с удовольствием это сделают, с тебя еще денежки возьмут в виде комиссии и так далее. Вполне достаточно одного банка, конечно. Более того, даже в условиях капитализма можем теоретически предположить, что в какой-то капиталистической стране будет один банк. Конечно, можем. Вот вспомним работу Ленина «Грозящая катастрофа» и как с ней бороться. Что-то, так сказать, обосновывают, пожалуйста. Дают рекомендации временному правительству, как выйти из огромного кризиса, куда, так сказать, привели Россию. Пожалуйста, надо национализировать банки, сделать один банк. При этом капиталисты все потеряют, нет. Ну, как были счета, так и остались. Как были деньги, так и остались. И другие, и так далее. Но это отдельные разные формы. Ну, а так в целом, вот, совершенно правильно вы сказали, что единственной материальной базой социализма является крупное машинное производство. Второе. Вот производство с производством. А есть такая материальная сила, которая совершит эти действия, совершит переворот в капиталистическом способе производства. И эта сила, это класс, рабочий класс. Мойного простого. Чтобы сделать, как бы, революцию, или подписали Марс, совершить переворот в капиталистическом способе производства, ну, в капитале. 24 главе, параграф 7, историческая тенденция капиталистического накопления. По-простому, он должен быть как минимум, правильно? А где он возникает? Где он образуется? Где он трудится? На капиталистических предприятиях. Почему речь идет о крупных? Потому что там она организована. Не отдельные, выдающиеся, так сказать, личности, герои, а вот организованные, как единый класс, так сказать, рабочие, могут совершить эту историческую миссию. Вот вторая предпосылка. Но мы можем отнести их к объективным. А есть еще субъективные предпосылки, и вы об этом тоже говорили. Здесь это звучало. Что относится к субъективным предпосылкам социализма? Наличие в парте рабочего класса. Совершенно правильно. Ведь сам рабочий класс внутри себя может выработать только экономическое, как говорят, сознание. Это борьба за экономические требования. Экономические требования в условиях капитализма, первое, основное, это борьба за заработную плату. И вот он, теоретическое обоснование, это противоречие между трудом и капиталом, которым мы рассматривали осенью прошлого года. Вот он, рабочий день, распадается на две части. С точки зрения создания новой стоимости. Часть рабочего дня, это, можно сказать, создается эквивалент стоимости рабочей силы, другая часть прибавочная стоимость. Создаются трудом рабочих, присваиваются капиталистам. И вот идет борьба. Капиталист в чем заинтересован? Чтобы отодвинуть, уменьшить долю рабочего, увеличить свою. А рабочие за что борются? Увеличить свою долю. Но вот экономическая борьба. И как показала и теория, и практика, и история, рабочие сами по себе, без внесения социалистического сознания, могут только удовольствоваться этим. Значит, нужна партия авангард рабочего класса. Дальше. Есть партия. Руководствуется передовой теорией. Там активные люди, которые жертвуют собой. Достаточно этого. Нет, еще должны быть ряд факторов, ряд предпосылок. Должна быть революционная ситуация, о которой писал Владимир Ильич Ленин неоднократно. И лишь после этого можно говорить о том, что наступит тот момент, когда будет совершен переворот. И вот что дальше, вкратце. Это интересный момент. Не момент вообще, как идет строительство социализма. Вот совершилась революция. Рабочий класс взял власть в свои руки. Установил диктатуру пролетариата. А как в экономике? Объединение всех предприятий, единых планов. Не в силах. Но если более широко взять, в наиболее общем виде, вы уже переходите совершенно верно к плану построения социалистической экономики. В экономике у нас остается капитализм или мелкотоварное производство. То есть после победы социалистической революции в любой стране однозначно будет и капиталистический сектор или капиталистический уклад экономики, и мелкотоварный, мелкобружавный, мелкотоварный. Социализм надо строить. Вернемся все-таки к науке логики Гегеля. Кто дошел, уже прочитал третий том учения понятий, там в самом конце есть глава, посвященная, называется, посвященная, абсолютно идее туге Гегеля. Он рассматривает ее как единство теоретической идеи, идеи познания и практической идеи, идеи блага. Единство теоретической и практической идеи. То есть вот здесь все применимо. То есть рабочий класс берет лазь в свои руки, он говорит, познает вот эту идею коммунизма и строит коммунистическое общество. А строит, естественно, из тех кирпичиков, которые остаются предшествующего строя от капитализма. Потому что иначе это и нельзя. И что получается? Вот переходим к этапам действий. Социалистическую экономику она получила название в теории непосредственно социалистическое непосредственно общественное производство. Как форма производства диаметрально противоположная товарному. Ее надо строить, создавать. И первый этап это национализация средств производства. Национализация это что такое? это обращение в общественную собственность находившейся раньше в частных руках средств производства. Причем в Советской России это началось когда? Только в 18-м году. В начале, зимой 1918 года. И причем не все было национализировано, а только на крупнейших предприятиях. Как писали тогда большевики и взяли командные высоты в экономике. Ну, земля, естественно, была обращена в государственную собственность. Национализировали предприятия. А что дальше? Можно сказать, что все сделали? Нет, их нужно объединить единым планом. Чтобы они работали по единому плану. Как одна большая монополия общая. Работающая на благо народа. Совершенно верно. В общей теоретической постановке вопроса это правильный, достаточный ответ. то есть надо всю экономику сделать единой монополией, которая бы работала и служила на благо всего общества. В отличие даже от тех монополий частных, которые работали в интересах на карман их владельцев. Вернемся к контрольным работам. В отношении того вопроса, который сейчас мы рассматриваем, я процитирую ряд ответов, которые и правильно и дополняют важные моменты и в отношении нашей России. Екатерина Самохвалова пишет «Социалистический уклад не может вырасти в недрах буржуазного общества. Переход от капитализма к социализму начинается с установления диктатуры пролетариата». Нет возражений? Правильный вывод. В отношении России мне понравилось в ряду товарищей. В 1991 году в России установился реакционный буржуазный строй. Но это уже не капитализм первого сорта, в кавычках, это капитализм с отпечатками коммунизма. Октябрьская революция оказала влияние не только на Россию, но и на весь мир. Несмотря на продолжающуюся деиндустриализацию и сокращение численности рабочего класса, Россия имеет огромный опыт строительства коммунистической формации. В середине 30-х годов в нашей стране была построена его первая фаза социализм. Возможность использовать этот опыт открывает широкие возможности для построения социализма в России. Игорь Николаевич Ледовский обратил внимание на важнейшие моменты, касающиеся непосредственно или конкретно нашей страны. Как сейчас в современной России возник капитализм? Путь обрадошения социализма. То есть обратное движение не так, как это было 100-150 лет назад в крупнейших империалистических странах. А таким путем, что единая монополия была разрушена более мелко, а затем этот процесс продолжается до сих пор. Я не помню, проводил он статистику, даже буржуазная статистика вынуждена признать, что объем промышленного производства в России вот сегодня, данные на этот год еще нету, а в прошлом году по отношению 21-го года. Так и не достигли уровня 1990-го года РССР. Причем так это хитро. Сначала это публиковали данные, потом, видимо, сообразили, ну как-то некрасиво, 30 лет все страны растут, даже те, которые совсем плохо развиваются, а здесь падение производства на 30 лет. И они убрали, обрубили одним годом, потом поменяли статистику, но это бог с ним, это их методы, и от них иного ждать нельзя. Мы же смотрим свой. Несмотря на то, что вот эта тенденция разрушения производства, производство есть, разрушается производство, что происходит? Материальная база социализма, как бы вот, как современная кожа, сокращается. Рабочий класс уничтожается, ну и физическое в плане, как рабочий, потому что заводов нет. Но несмотря на эту негативную тенденцию, все-таки сказать, что объективных предпосылок социализма современной России, наверное, будет нигде. Что-то осталось? Осталось. Чистость рабочего класса. Значит, напомню, в царской России перед революцией 1917 года насчитывалось 4 миллиона фабрично-заводских рабочих. Сегодня в промышленности экспертной оценки 10-11 миллионов рабочих. В целом в экономике России где-то очень большой, скажем так, разрыв 20-25 миллионов рабочих. То есть, я думаю, объективной предпосылкой в России существует. Осталось только правильный вывод. Хорошо, давайте переходим к вопросам или дискуссиям. Кто желает выступить? У меня есть вопрос по капиталистическим странам или рынкам. Вот смотрите, у меня вопрос такой. Есть ли страна, ну, я имею в виду США и Евросоюз, есть такая политическая линия у них сейчас на уменьшение перевод производства в США. Как бы вообще все, что сейчас происходит, это связано с тем, чтобы лишить дешевых энергоносителей Евросоюз, чтобы создать условия для перехода производства в США и так далее. Получается как бы деиндустриализация Европы, соответственно, индустриализация США. Вот у меня вопрос с этим такой. Вот если ведется такая политика, страна, первая, США, допустим, хочет деиндустриализировать другую страну, я просто в том, что это группа стран, и сделать их просто рынком. Вопрос у меня такой, что они будут делать, эти люди, для того, чтобы быть рынком. Это не может быть просто, вот Африка рынком не является, потому что у них мало рабочих мест, бедный континент, мало что могут купить. Что останется в Европе на мере такого, после того, как у них они потеряли значительную часть предприятий? Или может они хотят не все предприятия выводить? Какая-то в этом есть логика внутренняя, допустим, вывесить 30% или сколько-то, что они будут делать? Если они потеряют работу, они же не будут рынком. Конец вопрос. Ответ очень простой, в теоретическом плане. На самом деле, в условиях капитализма, как и везде, всегда действуют две противоположные тенденции. Противоположные. Их называют центровежные и стремительные. Можно как-то иначе назвать. Капитал куда идет? Где ему выгоднее? Если по-простому говорить. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас какой этап империализма, конкуренция между империалистическими странами ушла? Нет, не ушла. Вот это все проявление, то, что вы сказали, привели примеры, это проявление межимпериалистических противоречий и конкурентной борьбы между этими межимпериалистическими странами. Ведь если посмотреть, взять не последние, скажем, годы, а взять несколько десятилетий, куда выводили, не просто вывоз капитала, куда выводили свои производства в Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция и так далее. Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия, в том числе и в Америку, да, и так далее. А сейчас обратная тенденция пошла. Заводы Форда где? Я, по-моему, приводил статистику по заработной плате на заводах компании Форд. Форд – это американская монополия, которая по национальной принадлежности американская, а по своему распространению международная, транснациональная, как говорят, имеют заводы по всему миру, в том числе и России был завод. Заработная плата, это мы должны понимать, что технологии одни и те же на всех заводах. Так ведь? Требования к рабочим, к инженерам совершенно одинаковые, но заработная плата отличалась четыре в пять раз. То есть непосредственно в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, в Бельгии, Германии почему-то заработная плата почасовая была больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Самая низкая была, в след тройке самых низких, конечно, Россия, там почасовая зарплата была 7 долларов в час, в Бельгии 30, в Соединенных Штатах 25 и так далее. построили завод России, забрали. Вот то же самое там же идет. Вот сейчас один пример поставки газа. По сути дела Соединенные Штаты Америки финансовый капитал, как угодно называть, вытеснил частично конкурента крупную капиталистическую страну Россию с рынка европейских стран. При этом пользуясь ситуацией, ну что он будет делать? Вот вы на месте американского финансового капитала и их представителей, да, государства. Что бы делать? Все правильно делали. Вот. Сами ответили на этот вопрос. Что должны делать представители как бы зависимых, независимых как бы так, послабее империалистические страны, но послабее Соединенных Штатов Америки. Но они должны препятствовать. Должны препятствовать. Вот я пока каких-то примеров особо не вижу. То есть, видимо, настолько сейчас Соединенные Штаты сильны, что вот они зажимают своих союзничков, кавычки их возьмем. Но обязательно наступит момент, потому что любое действие есть противодействие. Когда они поймут и будут вынуждены предпринимать меры против экспансии американского капитала непосредственно в Западную Европу. Вот только в общей теоретической постановке вопроса я бы ответил. То есть, получается, что у них какого-то конкретного плана нет, допустим, что мы хотим дентрализировать настолько? Таких, конечно, нет планов. Просто дело действует как-то в общем, ну, исходя из общих соображений и все. Нет, не исходя из общих соображений. Вот при том, что они производство по всему миру, в том числе и прежде всего страны Юго-Восточной Азии, в ту сторону направили. Во-первых, ну, понятно, почему там зарплата меньше, это зарплата и ключевая составляющая сдержек производства. Они получают громадные прибыли. Второе, все ключевые вопросы, связанные с созданием техники, новой производством, они остаются по-прежнему в странах, в метрополиях. То есть, они держат на контроле. Если что, вот как, пожалуйста, фонд, закрыли завод и все. Что-нибудь случилось у них? Нет. А здесь, пожалуйста, проблема, сколько там тысяч рабочих, работу потеряли и прочее, прочее, прочее. То есть, массовые люди. Какие вопросы? Выступления. Почему капитализм не сможет дорасти до такой стадии, когда будет единая монополия, которую при социалистическом строе построили единую монополию, то же самое единая монополия в пределах мира? Это Слава Кавацкого, по-моему, его теорида. Совершенно верно. Теорида. Нет, мне фамилиями отвечать не надо. Нет, почему вы так? Они не договорятся между собой. Ну, не договорятся, но, как бы, не знаю, кто не договорится, того грохнут, ну и дальше. Вот мы рассматривали этот вопрос. Ответ искать в чем? В том, что не одна тенденция идет, а две, в том числе и противоположные. И на самом деле капитализм эпохи империализма периода свойственна борьбе двух противоположных сторон. Первая вот эта тенденция к монополизации, да, и есть такая тенденция к единой монополии, а вторая она же остается конкурентная борьба, которая только меняет свои формы. И вот в этом противоречивом единстве идет движение. Не дойдет он до единой монополии само по себе без организованной борьбы рабочего класса и без революции. Это коммунизм кратко это упразднение частной собственности, а при капитализме частная собственность. Поэтому или будет конкуренция, или наступит коммунизм допустим нет, мы сейчас возвращаемся к вопросу. Две тенденции противоположные, их надо учитывать вторую. Нормально, пока не ведь смотрите, даже сами буржуазные государства, как бы аппарат, общий комитет по делам управления всей буржуазией, он чем занимается? Он даже предпринимает действия по отношению к отдельным капиталистам, которые по их мнению там либо взорвались, либо ведут неправильную линию тому, чтобы сохранять конкуренцию. Даже это было сто лет назад, я приведу простой пример, огромная нефтяная монополия образовалась в Соединенных Штатах Америки, стандартуют. Затем что сделали? Разделили, да. То есть даже в таких примерах, в таких действиях буржуазного государства, как органы политические настройки, проявляется вот это противоречивое единство, в котором движется и развивается капитализм. Хорошо, ну допустим, монополии, они, да, срослись с государствами. Дальше они могут немножко перерасти государства, а части это есть, то есть есть такие транснациональные. Дальше они могут немножко рулить с государствами. Опять та же теория золотого миллиарда. То есть будет место, где хорошо, во всех остальных местах будет плохо. если они будут чуть-чуть получше, то они летят, сбросят бомбы, у них снова будет плохо, дешевая рабочая сила, и всем будет хорошо. Нет, вот я с вами согласен, с небольшим уточнением, что все-таки главная сила это монополия, не государство. Это раз. Во-вторых, есть же экономический закон неравномерности политического и экономического развития. Вот он действует. И это конкурентная борьба не только внутри страны идет между монополиями, она идет прежде всего между вот этими империалистическими хищниками. И она никуда не денется. Она только может перевести к очередным всплескам вот этой борьбы, включая вооруженную, и переделу мира. А что касается социализма, то вот вывод Владимир Ильич Ленин сделал, что революции произойдут не одновременно во всех или большинстве развитых стран, а в какой-то одной отдельной или отдельных стран, наиболее слабом звене вот этой империалистической цепочки. Но слабом не в смысле самая слабая страна, а там, где больше всего разовьются объективные субъективные предпосылки для социализма. Можно один вопрос, который я не понял по ходу, я не понял, я для себя мозг не стремлировал, кто такой олигарх? Олигарх представитель финансовой олигархии. Финансовая олигархия это представители финансового капитала. Финансовый капитал, мы идем назад, это банковский монополистический капитал, сросшийся промышленным монополистическим капиталом. Вот так вот. Понимаете, здесь советы директоров и все остальное счастье. Это единый владелец, но таких уже единых владельцев нету. я немножко поближе к персонам от теории. То есть, когда я готовился на этот вопрос, искал ответ, там было о том, что да, это владельцы тех, кто в совете директоров сидят, это политическая элита, которая обслуживает это дело, это в том числе даже культурная элита, которая это дело обслуживает, то есть, некоторый набор. Либо, если мы опять, вот, товарищ очень хорошо сказал по поводу частной собственности, да, есть частная собственность, она этим отличается нашего монополия, который мы хотим построить, стилистического монополия, частной собственностью на средства производства, да, у кого частная собственность, когда там уже там советы директоров, там 5% акций, там 2% акций, там, кто из них олигарх? Можно я уточню, просто лингвистический, само слово олигарх, это сленг, есть слово олигархия, вот это термин экономический, хорошо, олигарх, финансовый капитал, то есть тут финансовый олигархий не относится представителей, как вы сказали, там политической элиты, культурной, прочее, прочее, нет, это представители финансового капитала, что касается владения акций, вполне возможно, это теоретически понятно, чтобы ты был собственником крупнейшей монополии, 50% плюс одна акция, но обязательно, сейчас такого нет, это уже много десятилетий, такого нет, поскольку акции как бы распылены, как правило, то вполне возможно, 25%, хотя 20, может 15% для того, чтобы их владелец проводил свои решения в этой огромной монополии, и поэтому он фактически, его можно было бы отнести к представителю финансовой олигархии, ну вот все вот эти фонды, BlackRock, там прочее, они имеют, там 3%, там 7%, смотрите систему участия, пожалуйста, и вы найдете ответ. сказать, хочется, мы увидим на это тему, который выставится, я именно по финансовой олигархии хотел выставиться, суть в том, что когда образуются монополии, они не только на рынках начинают диктовать свои условия, а ну еще, грубо говоря, управляются капитализм, ну капиталом управляются государства, государство это инструмент, которым, ну подавляется, допустим, тот же самый, ну население не согласно, и те же самые, допустим, взорвавшиеся капиталисты, их тоже надо подавить для этого государства, а диктует им вот этот финансовый олигархий, условия эти все. Олигархия это тем, это уже неважно, неважно. У нас есть много, они как бы не должны договориться. Вы идете к личностям ближе. Я вам могу Абрановича предъявить как, ну для вашего любопытства, Абрановича, который вообще, ну, грубо говоря, он не чиновник, с какого перепугу он оказался в переговорной комиссии на Украине, с какого перепугу перепуга он, допустим, занимается какими-то заложниками, ой, не заложниками, а передачей пленных. Да. Вот, именно пытаются... Кроме Абрамовича, можете такого кого-нибудь еще предъявить? А именно они меня не интересуют, а потом меня интересует механизм, как олигархия диктует нам с вами условия, а кто это сделал лично, мне без разницы. я сейчас коротко отвечу на ваш вопрос. Во всем мире много всяких списков. Я в свое время смотрел список Forbes, продолжаю смотреть. Вам рекомендую, если хотите узнать фамилии, по России, по другим странам, пожалуйста, пофамильно. Сколько они стоят, миллиардов долларов, и дальше как владеют? Тут же вопрос не в этом, мне как бы не интересно, кто сколько стоит, интересно, кто принимает решение, решение кто-то принимать должен. Вот они и принимают. Пожалуйста. Во-первых, не понял, причем добровольный, чем не предстоит финансовый столб. Я просто... Давайте, я сейчас, сомневаюсь, во-вторых. Во-вторых, есть такое понятие, если мы возвращаемся к группам людей, которые сейчас занимаются, к совокупной работе. То есть, есть конкретные рабочие, непосредственно, которые там с помощью своей рабочей силы и средств производства воздействуют на сырье или какие-то другие предметы, превращая, увеличивая их стоимость. Соответственно, например, мастер или какой-нибудь инженер рабочим считается. Но если мы посмотрим как бы так чуть-чуть по чуть-чуть меньшим масштабом, отдалить, то вот это все будет совокупный рабочий. То есть все, что в производстве участвует. Так же и здесь, наверное. И может быть, когда-то были владельцы, которые владели там сотни процентов акций. Со временем оно начало растекаться, и вот этот весь совет директоров его можно называть таким совокупным, коллективным мальгармом. От того, что там сто человек будет, это не переставит быть частной собственностью. Это просто коллективный частный собственность. Я сейчас я отреагирую. Кто решение принимает? Кто тенденции этим вырабатывает? Сейчас насчет совокупного капиталиста. Уэнгиса в антидюринге такое понятие встречается. Он ввел его. Совокупные капиталисты буржуазное государство. Сегодня это актуально. Буржуазное государство, как есть еще такое образно сравнение у Маркса с Энгельсом, как комитет по делам управления буржуазией. Они являются буржуазным государством, принадлежит значительная часть предприятий промышленности, значительная доля. А что значит? Это всему классу капиталистов, как совокупного. Это первое. кто принимает решение? Можно я вот так образно скажу? Вот исходя из того, что мне довелось работать в банковской сфере, финансовый контроль и прочее, сталкивался соотношением. Так вот, как говорили или говорят, там на небе вроде как есть Бог, в Кремле вроде как царь, а вот на любом предприятии, на любом, большом, маленьком, средненьком есть собственник. Он в одном лице и Бог, и царь. Вот это вот так вот. И вот они управляют. Сколько он владеет акций, эта жизнь показывает. Кто-то сто процентов имеет, а кто-то имеет 10 процентов, но он самый крупный, он там все верховодит. То есть собственники, фактически собственники предприятия и, так сказать, принимают решение. В каком момент они в чате собрались и решили, что-то произошло? Нет, вопрос как раз кто такие оригархи? То есть если у нас сейчас, да, то есть пожалуйста список форс открывайте, вы найдете пофамильно. там денег, наличные может никого и нету, речь идет об активах, которыми они контролируют и руководят, тех предприятий, которые являются собственниками. все, такая спора нет. Еще какие вопросы? Можно еще вот такой вопрос? Смотрите, вот является ли услуга на рынке аналогом товара? То есть есть такая, ну, я слышал такую фразу, что, допустим, если делается заказ, и производитель работает на заказ, то это не товарное производство. А если, допустим, этот производитель перед этим выставил свою услугу на каком-то, ну, там, можно сказать, даже на рынке, да, и эта услуга была куплена, а потом она же работает на заказ, является ли услугой товаром? Нет, ну, конечно, давайте здесь разделим, как говорится, котлеты и муха в разную, сказать, тарелочку. Значит, на работа на заказ это одна из форм характеризующая, развитая капиталистическое производство, именно монополистическую стадию, даже современную, то есть уже работа не на рынок свободный, а на заказ, государственный или какой-то частный, и это одно. Что касается услуги, давайте разделим. Есть производство вещей и услуга, это разные вещи, да, поэтому, если вы заказываете и товаром, вот первоначально, фундаментально, что является? Вещь, вещь и так дальше пошло. Но по мере развития капитализма товарную форму приобретают и услуги в том числе, более-то даже нематериальные какие-то, ну, вещи, кавычек, возьмем, как там, честь, можно честь продать? Слушайте, можно. П чувствуете различия? То есть товар по своему, скажем, предназначению это вещь прежде всего, а услуга приобретает форму товара. Об этом идет речь. Если вы что-то заказываете, кто-то заказывает, ну, вы заказали вещь, товар, настоящий товар, заказали услугу, да, она имеет товарную форму в условиях капитализма, вот и все различия. А что такое нетоварное производство? Нетоварное производство, это производство либо натуральное, которое было, предшествовало капитализму. Сейчас? Сейчас это не производство товаров, это остатки натурального производства из условий капитализма. Его называют еще на патриархальный уклад, то ли не называются, патриархальный, то есть работает на себя. Вот личное подсобное хозяйство, как называют, да, в свое время. Вот у вас есть участок, вырастили картошку, съели сами, вот нетовар, нетоварное производство. Это остатки, но в целом капиталистическое производство однозначно товарное. А вот последующая форма способ производства коммунистической, он характеризуется нетоварным производством в целом. В истории, в теории получил название непосредственно общественное производство. У Марса в капитале в самом начале там сносочка есть. Он пишет о воззрениях Роберта Оуэна, социалист-утописта, и пишет о том, что Оуэн предполагает непосредственно обобщественный труд, то есть непосредственно общественное производство, как форма производства, диаметрально противоположной товарной. Оуэн предпосылки. В смысле не вернуться, а предпосылки. У нас были объективные наличия крупного производства и наличия пролетариата, и субъективные наличия партии, и наличия революционной ситуации. Правильно? Ну, мы что-то упустили. Что еще добавить, да? Партия рабочего класса. Ну, то есть объективные наличия крупного товарного производства, наличия первое и второе, наличия пролетариата, и субъективные две, по крайней мере, то, что сейчас прозвучало, хотел понять правильно, записал или нет, и субъективные две наличия партии и наличия революционной ситуации. В принципе, и все. Ну да. Наверное, можно еще что-то развить, но мне кажется, это основное, да. В России вы резюмировали, что у нас есть объективные предпосылки. Да, мы на этом стоим. Хорошо. То есть нету субъективных. Субъективные неправильно. А нету стадии становления, да, я понял, да. Нету начала, ни разу их привели. Нет, это может не начать в стадии становления. Начало еще до становления было. Можно, 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 можно. Так вопрос, Шепрук, да. Нет, я просто... Да, в становлении, конечно. Партия рабочего класса, в становлении. Ну, я в Санкт-Петербурге, грубо говоря, с 21... С начала 21-го года по приезду устроился на Балтийский завод. И вот я общался, ну и пропагандировал сотрудников Балтийского завода. Первые полгода меня абсолютно, ну, назову так, за придурочного считать. А второе полугодие, когда я с этими же людьми работал, я воспользовался противоречиями с работодателем. Ну, соответственно, все свои знания, какие он мог, приложил, ну, эти, разрешить ситуации спорные. И ко мне стали люди обращаться уже с помощью о каких-то ситуациях. Сейчас уже, вот я с людьми в этом году говорю, разговариваю на предприятиях, ну, во время работы, соответственно, с коллегами. Они уже сами откровенно говорят, что грядет революция. Не все, конечно, некоторым это абсолютно безразлично, но у многих уже меняется постоянно ситуация. И вот у Ленина было же сказано, что сегодня еще рано, а завтра может быть поздно. Мы должны держать руку на пульсе. Хорошо, это раз второй вопрос, я не очень... Ну, революционная ситуация, это у нас что такое? Или только в школе рассказывали, когда верхи не могут, ни за них хотят? Или все-таки... То, что вокруг вас люди, которые считают, что будет революция, тут немножко надо сделать поправку на то, что человек коммерует вокруг себя, как круг общения, и ему кажется, что все. Может быть, это очень маленький круг, вопрос очень тяжелый. Нет, я по Балтийскому заводу ходил с агитацией коллективного договора. Вот именно те люди, которые были заинтересованы, они абсолютно безразлично к этому относились. Наверное, около 95% людей меня с этим коллективным договором посылали куда подальше. А когда это произошло, начали по-другому договаривать. Вот тогда уже все приедено. Но я это видел. Соответственно, условия для принятия этого договора? Нет, мы его приняли приняли, и когда уже по прошествии вот этого времени они, грубо говоря, спохватились, а что делать-то? Кто у нас плохой? Ну, конечно же, профсоюз не вытянул. Маловато, да, маловато людей, но для этого мы в Красном университете учимся, чтобы стать пропагандистами, чтобы понимали, о чем мы говорим. Так, еще есть, велающий выступить. Что такое революционная ситуация? Вот обрано же, вы, так сказать, привели цитату. Да, так это и Ленин озвучивал. Я понимаю, да, что школьные учебники наши основаны. Это не школьные, а школьных учебников приводили мысль Ленина, да. Это та ситуация, когда... С одной стороны, да, вот верхи не могут управлять по-старому, обострение нужды, вот, низов, трудящихся, выше обычного, крайне обычного. Причем не постоянное, а вот какое-то такое, разовое, обусловленное какими-то конкретными обстоятельствами и ситуацией. Пожалуйста. Вопрос такой. Когда мы говорим про эксплуатацию, я правильно понимаю, что мы знаем именно эксплуатацию рабочего, это называется преградительным трудом, за счет того, что как раз снова выбирается его... Ну, рабочая история создается и выбирается. А если мы говорим о служащем, происходит ли в капиталитическом государстве эксплуатация служащих? Если да, то... Значит, строгом, строгом смысле нет. Эксплуатация – это что? Присвоение прибавочного продукта. Определенная экономическая форма. И три формы были. Рабовладение, феодализм и капитализм. Вот через прибавочную стоимость. А вот дальше идет перераспределение созданного национального дохода, а национальный доход – это Y плюс M, то есть вновь создана стоимость, которая создается трудом наемных рабочих. Первичное распределение, вторичное, средичное и так далее. Поэтому, скажем, заработная плата, которую буржуазное государство платит учителю или врачу в муниципальной больнице, это часть прибавочной стоимости, если туда, с самого начала пути, которая отбирается у рабочих. Но в данном случае-то мы можем сказать, это и врачи учат, и учителя учат детей рабочих, врачи лечат рабочих в том числе. Это полезно. И совсем другое, когда прибавочная стоимость идет капиталистам на их существование и прочее, или на содержание репрессивного аппарата, хотя он тоже двояко. Если грабители милиции, полиция ловит, это нужно. А если он дубинками разгоняет рабочих на заводе, он выполняет функции защиты капиталистического строя. Все равно, не совсем понятно, а вот эта часть, она может быть, бывает и сна. В строгом виде эксплуатации это... Да, но как-то надо, это может быть в другую сторону, потому что, допустим, если взять служащих, государственных, те же, допустим, лечение норм труда, допустим, ну, теми же врачами взять, там, должен быть, например, 10 человек, и прям 20 человек. Вот. И, опять же, эксплуатация, и не эксплуатация, потому что работы больше. Можно в широком плане, я думаю, может быть, вот так вот найти выход. В строгом научном, в первом, первоначальном, и в таком широком плане. Наверное, можно так вот. То есть, если мы все-таки наговорим об эксплуатации служащих, то мы точно не подразумеваем, то эксплуатацию... Да. То есть, это больше, как правило, то есть, скажем... Или вот в узком плане брать, и в широком, вот есть такие вот попытки выйти из положения. Врачи в частной клинике, в принципе, они находятся в аналогичном положении, как рабочие на фабрике. То есть, есть клиент, который платит, делают лечение, как-то... Это непроизводительный труд. Это непроизводительный труд. Это услуга, да. Непроизводительный труд. Если заплатили за услугу какую-то сумму, кто-то присвоил там основную часть, а кто-то работал. Вот эксплуатация. Вопросы, в немногие, в государственных учреждениях, также происходят. Вот в строгом плане... Ну, здесь есть проблема, согласен. В строгом плане мы всех называем трудящейся, скажем. Рабочий за станком стоит. Учитель, врач, трудящийся. На самом деле, ну, не совсем может быть корректно, потому что труд в политико-экономическом смысле, это что такое? Особое, целесообразное деятельность, направленное видоизменение предметов природы и так далее. То есть, на вещей. Производство вещей. А учитель вещи не производит. И врач. Врач направляет свои усилия на человека. А учитель на голову человека. Это же философия прошла. Ну, конечно. Учитель занимается производительным трудом, потому что создает будущую производительную силу. Нет, не производительный труд. Он услугой занимается. Это чисто научное, политико-экономическое разделение. Давайте вот так вот, чтобы не обиделись. Мы можем взять такой критерий. Важный труд, очень важный и не очень важный. Вот мы, учителей и врачей, очень важный. Я, например, без всякой из каких-то злорадцев и иронии называю. Очень важный. Не труд, а деятельность. Есть такая категория, допустим, заводских рабочих. Ну, рабочих, как я сказал, где это удачащихся на заводе, как инженеры. То есть, непосредственно они не производят, но тем не менее, противопорно их относят к рабочим, потому что они очень близко участвуют в рабочем процессе. Но вот где-то грань, в которой конкретно профессия относится к рабочим, и после которой производительный труд. Два критерия производительного труда. Два. Первый критерий – это воздействовать на вещи, и второй – непосредственно. Вот если вы непосредственно за станком стоите, вы рабочий. То есть, заняты производительным трудом. Если я вам даю команду или даю чертёж, объясняю, как сделать, я не рабочий. То есть, два критерия. А реймахер занимается производителем? Нет, конечно. Потому что он воздействует не на вещь, а на человека. Он занят очень важной услугой, то есть, важной деятельностью. Делают прическу. Можно, например? У меня есть опыт работы в офисе, и я как бы свысока смотрел на рабочих. Ну, я думал, что вот я достиг вершины, там, всё такое. А я, когда я строился, ну, грубо говоря, стал рабочим, ну, я стал производителем материальных, ну, товаров, я эту всю разницу осознал, и важность осознал именно рабочего. Ну, ты понимаешь, что вот это действительно платформа, на которой всё, вся экономика стоит. Это именно материальное производство. И вот это вот, там, служащий, там, ну, да, это очень важная работа, но производство именно, это материальное производство, и не какие-то, там, парикмахеры. Врач производит здоровье здоровых людей, а учитель производит тех людей, которые потом будут... Это не производство, это услуга, это полезная деятельность. Пожалуйста. Полезная деятельность. Пожалуйста. Не так давно, кстати, у меня с Михаилом Васильевичем разговор был, он обратил на внимание такую вещь интересную, которая, мне кажется, важна, что люди путают основное и главное. И в своё время, например, у Сталина в статье, наверное, правильно сказать, проблемы с экономическими проблемами, да, у него, например, было написано, что закон стоимости не является основным законом. Я у Михаил Васильевич как раз, ну, с чего наш разговор начался, я спросил, почему он вот так встал. И вот он мне как раз объяснил, что есть разница между основным и главным, и что закон стоимости всё-таки является основным. Но это не значит, что он является главным. Потому что если прям совсем побывайте, да, основное в доме – это фундамент, а главное – это, там, не знаю, уют в квартире и тепло, и вкусное яданное на каждой пути. Правильно? Или там, не знаю, основное у нас – это, ну, пятая точка, на которой мы сидим на стуле, а главное – голова. А если у вас основа есть, у вас основа – это голова, как вы на голове сидите, ну, знаешь, у меня для вас плохие новости. Как я в политехии искал первый корпус, а там не с первого корпуса есть главное здание. Так, ну что, спасибо, да, давайте, заканчивайте. Когда мы говорим, что непосредственное производство, непосредственное создание стоимости – это основа. Мы не говорим, что это единственное и главное. Это значит, что это основа, что на этом всё основное основывается. Грубо говоря, откуда пляшет. Ну да, учесть на дополнение. Так, ну что, давайте заканчивать. Время нас поднимает. Еще пять примеров. Да. Вот в армии основной. Тот. Болтат. Болтат. А главный. Можно и так. Право. Так, ну что, будем считать, что с пользой прошло у нас. Брис и совет, последнее время, имеющие понятия стоимости. Это только для торговли с капиталистическими странами должно быть. Почему? Это может быть форма, форма пустая форма или форма с новым содержанием. Вообще при социализме не только стоимость, там капиталы вложения были, вложения капитала. Капитала никакого не было при социализме. Это может быть форма, оставшаяся от прежнего строя, по названию. Но содержание у них совершенно противоположное. Название, то есть призрак, вот эта стоимость. Ну стоимости не было вообще, себестоимость была. Совершенно новая категория. Но когда выходили туда, ну конечно. Не понятие, а слово. Слово и понятие. Ну конечно. Так, давайте заканчивать. Спасибо вам за внимание. Значит у вас, вы встречаетесь 1 марта. Правильно? В этой аудитории. Формы, сущности, исторические типы государства. Доктор философских наук Казенов Александр Сергеевич, профессор. Если бы ты разговаривал с прерывом, он приедет, прибудет. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok